Всем привет, с вами Джейка. Некоторое время назад на моем канале вы могли видеть обзор и туториал по плагину Executable Items. Это плагин для создания кастомных вещей. Плагин довольно интересный и функциональный, и я посчитал, что уделил ему слишком мало внимания. Поэтому сегодня будет очередной туториал по этому плагину. Мы опять будем создавать интересные кастомные вещи, которые вы сможете заюзать на своем серии. Напомню, что у плагина есть платная и бесплатная версия. Мы будем делать вещи именно в бесплатной версии. Там есть определенные ограничения, однако это нам не помешает создать какие-то интересные предметы. А что же мы сегодня будем делать? Сегодня мы создадим три интересные предметы. Первый это многоразовый тотем. Думаю, название все говорит само за себя. В отличии от обычного ванильного тотема, который у нас есть в Майнкрафте, многоразовый тотем вы сможете использовать неограниченное количество раз. Либо столько раз, сколько вы укажете в конфиге. Работает он по такому же принципу, нам нужно будет его удерживать в руке. Также после его применения у нас появляются определенные эффекты. Все это мы настроим. Следующий кастомный предмет, который мы будем создавать при помощи Executable Items, это кастомные зелья. Кастомные зелья с любым количеством эффектов, которые вы укажете. То есть мы сможем повесить на одно зелье сразу несколько эффектов. К примеру, у меня есть вот такое вот зелье могущества, в котором есть эффект скорости и эффект силы. Время, на которое этот эффект распространяется, вы сможете указать вручную в конфиге. Давайте применим это зелье и у нас выдаются соответственно вот эти эффекты. И третий предмет, который мы сегодня будем делать, это такой себе посох. Довольно интересный посох, который запускает определенных мобов. В моем случае посох запускает три крипера. Давайте посмотрим, как это выглядит. А нет, они почему-то за мной пошли. Немного не так, как я задумывал. Но в общем, суть вы увидели. Мы нажимаем правую клавишу мышки, у нас запускаются криперы, либо другие мобы. Можем запускать нейтральных, либо мирных мобов. Здесь все по вашему желанию. В общем, штука довольно интересная. И сегодня мы разберемся, как это все сделать при помощи плагина Executable Items. Сегодняшний спонсор видео – игровой проект Critics. Это Майнкрафт сервер с анархией и гриферским выживанием. На анархии вас ждет полное отсутствие правил. Большая карта, классический приват блоками трех видов, уникальные талисманы, которые можно приобрести за игровую валюту, а также дроп-бочки, которые появляются каждые три часа на карте сервера. Гриферское выживание подарит вам возможность углубиться в преступный мир гриферства. Здесь вас ожидает большая карта – 50 на 50 тысяч блоков, а также большое количество интересных механик. Магазины, аукционы, кейсы, квесты с боевыми пропусками, кланы, титулы и не только. Присоединяйтесь и более детально изучайте геймплей. IP данного проекта, а также его группа ВКонтакте находится в описании под видео. Приятного просмотра! Итак, приступаем. Для того, чтобы у нас все хорошо функционировало, нам нужен непосредственно сам плагин Executable Items, а также специальное дополнение к нему – S-Core. Оно скачивается вместе с этим плагином в архиве. Показывать я буду на примере бесплатной версии Executable Items, как я уже говорил, поскольку кто-то не может себе позволить купить платные плагины, кто-то пока что сомневается, а у кого-то просто нет технической возможности оплатить плагины через PayPal. Итак, давайте начнем с многоразового тотема. Давайте его возьмем, где он… вот здесь у нас он находится. Возьмем его в инвентарь, возьмем его в руку, пропишем команду EI, либо Executable Items, Create и придумаем название, пускай это будет просто тотем. У нас открывается менюшка с редактированием этого предмета. Настраивать любые предметы в этом плагине вы можете не только через менюшку, но и в специальном файле, который у нас появляется после создания предмета. Но мы будем это делать через менюшку, это довольно удобно и быстро. Итак, какая у нас стоит задача? У нас стоит задача сделать многоразовый тотем, который у нас можно будет использовать несколько раз, а то и неограниченное количество раз, и он у нас не будет пропадать из инвентаря. В первую очередь проведем какую-то базовую настройку. Давайте добавим свечение к этому предмету, чтобы он вот так переливался цветом, словно он зачаренный. Также давайте настроим Restrictions, это определенные ограничения. Если вы не хотите, чтобы этот предмет игрок мог использовать где-то, допустим, в крафте, либо чтобы игрок не мог дропнуть вот этот тотем, вы это все можете настроить вот в этом разделе Restrictions. Я обычно люблю устанавливать такие параметры. Item Drop, то есть Drop этого предмета я оставлю разрешенным, а остальные некоторые вещи здесь запрещу. Хранение вот этого тотема в сундуке мы разрешим. Хранение в печке я, пожалуй, заблокирую. Хранение в вот этом Stone Cutter также. В общем, я здесь все настрою под себя, так как это обычно я люблю делать. Так, хранение в вот этой бочке я, пожалуй, также оставлю. То есть мы здесь можем настроить определенные ограничения, чтобы этот предмет игрок не мог где-то использовать. Например, при торговле с жителями. Давайте запретим, чтобы этот кастомный предмет нельзя было там использовать. Нажимаем Save, чтобы все сохранить. Давайте настроим параметр Usage. Здесь устанавливается количество использований. Допустим, я хочу, чтобы этот тотем можно было использовать три раза. Соответственно, я нажимаю на эту иконку, ввожу три. И у нас теперь параметр Usage, то есть использование три. Если вы хотите установить бесконечное количество раз, то установите здесь минус один. Некоторые функции здесь доступны только для премиумов. И они здесь вот таким образом подписаны. Например, вы можете установить, сколько раз игрок может использовать этот предмет в день. Но это, к сожалению, доступно в премиум версии. В общем, нас это особо сейчас не интересует. Мы перейдем в раздел Activators. То есть, активаторы. Это определенные триггеры, которые срабатывают при определенных условиях. Нажмем New. То есть, создадим новый активатор. В бесплатной версии этого плагина мы можем создать только один активатор. В платной версии мы можем использовать огромное количество активаторов. Это также иногда бывает полезно. Теперь нам нужно выбрать сам активатор. Когда будет он срабатывать, нам нужно найти такой активатор, как Player Before Death. То есть, игрок до смерти. Это означает, что данный активатор будет у нас срабатывать до смерти игрока. Как только игрок лишается последних хп и начинает умирать, у нас сразу же срабатывает вот этот активатор, который мы сейчас настраиваем. Если вы хотите, вы можете установить кулдаун, чтобы этот тотем нельзя было использовать слишком часто. А там пусть раз в 30 секунд. Но это я настраивать здесь не буду. В принципе, меня и так все устраивает. Значит так, активатор Player Before Death. И что у нас будет происходить при этом событии? Что у нас будет происходить, когда игрок будет умирать? Мы будем ему регенить здоровье. Для этого нам нужно нажать на вот этот параметр Player Commands. То есть, команды, которые будут выполняться при этом событии, при смерти игрока. Нам нужно найти такой активатор, как... Где он? Regain Health. То есть, отрегенить здоровье. И Amount. Нам нужно указать количество хп, на сколько мы будем регенить здоровье игрока при смерти. Допустим, на 6 хп. То есть, на 3 сердца мы будем регенить здоровье, когда игрок будет умирать. Мы вводим эту команду просто в чат. Нажимаем Enter. И как видим, она здесь у нас добавляется. Мы можем здесь вводить огромный список разных команд, которые будут выполняться при смерти игрока в нашем случае. Давайте нажмем Finish. Теперь нажмем Сохранить. Обратно. Опять Сохранить. Выдадим этот тотем себе в инвентарь. Для этого зажимаем Shift и правую клавишу мышки. И посмотрим, как это работает. Итак, давайте я сейчас отключу у себя Game Mode. И мы упадем с этим тотемом. Посмотрим. Итак, тотем у нас активировался. Однако, это работает сейчас еще не совсем так, как нам нужно. Как минимум, мы указали, что мы можем использовать этот тотем 3 раза, но он почему-то пропал. Как это можно исправить? Мы вводим команду EI Show для того, чтобы открыть менюшку с нашими кастомными предметами. Находим здесь наш тотем. Открываем его. Нажимаем Activators. Наш активатор Player Before Death. Открываем его. Нам нужно установить Cancel Event True. Что это означает? Этот параметр у нас отменяет ванильный ивент. То есть, вот этот тотем бессмертия, он имеет определенный ванильный ивент. Когда мы умираем, он у нас пропадает, регенит наше здоровье. И вот это вот все дело. Нам нужно этот ивент отменить. Поскольку мы устанавливаем, можно сказать, свой кастомный ивент. Мы создаем свою собственную механику. Соответственно, ванильную механику этого тотема нам нужно отключить. Что мы сейчас и сделали. Также я еще хотел бы настроить такой параметр, как Detail Slots. Это слоты. Сейчас у нас тотем работает только, когда мы держим его в Main Hand. То есть, в главной руке. Если вы хотите, чтобы еще можно было держать его в левой руке, в Off Hand. И чтобы он также работал, мы здесь устанавливаем Enable. Теперь мы нажимаем Save. Опять нажимаем Save. Обратно. Save. Выдаем этот тотем. И давайте проверим сейчас. Сейчас, по идее, этот тотем у нас уже будет иметь определенное количество использований. Если мы наведем здесь на этот предмет, мы увидим Remaining Use. То есть, сколько раз еще нам осталось его использовать. Давайте я взлечу, опять-таки, отключу у себя креатив. И мы проверим, как это работает. Итак, мы упали. Но я, собственно, не умер. При этом у нас один раз уже использовался этот тотем. Сейчас это выглядит довольно сыро. То есть, мы даже не поняли, что у нас произошло. Почему мы не умерли. Но при этом у нас как бы тотем использовался. Чтобы это выглядело как-то более поживее, более похоже на то, как это в ванильном Майнкрафте, мы можем добавить определенную анимацию. В документации плагина Executable Items мы можем перейти на вот эту вот страничку, здесь промотать вниз и найти здесь Animation Commands. Это уже заготовленные ванильные анимации из Майнкрафта. И нас здесь интересует тотем Animation. Это именно та анимация, которая воспроизводится при применении тотема. Мы ее скопируем. Теперь нам нужно отредактировать наш тотем в игре. Вводим опять-таки EI Show, чтобы открыть менюшку с нашими предметами. Нажимаем по тотему, активаторы, активатор Player Before Death. И нажимаем на раздел Player Commands. Здесь у нас есть команда, которая регенит здоровье. Мы к ней добавим еще анимацию тотема. Totem Animation. Нажимаем Enter. Хорошо. Теперь нажимаем Finish. Сохранить. Обратно. Сохранить. Хорошо. По идее все изменения у нас применились. У нас есть еще два использования тотема. Давайте мы сейчас посмотрим, что у нас вообще изменилось. Где у нас появится вот эта анимация. Итак, давайте я взлечу. Опять отключу у себя креатив. И сейчас при использовании тотема мы видим вот эту вот прикольную анимацию. Такую же, как в ванильном Майнкрафте. Это отлично. У нас еще одно использование. Осталось, если вы хотите, чтобы ваш кастомный тотем работал почти так же, как и ванильный, то есть максимально приблизить его к ванильному, то нам нужно будет еще выдать определенные эффекты. Когда мы применяем тотем, у нас выдаются определенные эффекты регенерации на 45 секунд, поглощения на 5 секунд и огнестойкости на 40 секунд. Мы это все без проблем можем сделать. Введем команду EI show, откроем нашу менюшку, тотем, активаторы, наш активатор. Нажмем на player commands и мы добавим еще несколько команд, команд, которые будут выдавать нам эффект. Это можно сделать при помощи ванильной команды из Майнкрафта, эффект give. Дальше я здесь для примера установлю свой ник, однако здесь вместо него вам нужно будет использовать вот такой вот placeholder player. Сейчас я это делаю просто для примера. Итак, какие мы будем выдавать эффекты? В первую очередь это fire resistance, это огнестойкость, по-моему, на 40 секунд, как у нас было указано в документации по Майнкрафту. Да, огнестойкость на 40 секунд. Хорошо, вначале я вот этот слэш уберу, нажму enter. И нам по такому же принципу нужно добавить еще несколько эффектов, какие именно. Нас еще интересует эффект регенерации второй степени на 45 секунд. Эффект give, свой ник здесь я введу, но здесь нужно вводить placeholder player. И также regeneration, на сколько? Регенерация на 45 секунд и здесь введем 1. Уберем вот этот слэш в начале, иначе нам просто сейчас эффект выдадут. Уберем слэш, нажимаем enter. У нас эта команда добавилась вот сюда в список. И последнюю команду, которую мы добавим, это эффект поглощения на 5 секунд, который у нас также выдается при применении тотема. Давайте его также выдадим. Таким образом у нас тотем будет максимально приближен к ванильному. У нас также будут выдаваться определенные эффекты. Итак, поглощение это по-моему вот этот эффект. Вот так он по-английски пишется. Поглощение на 5 секунд, по-моему второй степени вот этой, да? Да, поэтому напишем здесь 1. Уберем вот этот слэш в начале. Окей. Нажимаем enter. У нас добавилась эта команда в список. Давайте протестируем, как это все работает. Итак, поначалу нажимаем finish, save, обратно, save. Давайте выдадим новый тотем и теперь проверим. Да, возьмем его в руку. Оба, отлично. У нас воспроизводится вот эта анимация. Нам выдаются вот эти все эффекты, которые мы только что прописали на указанное количество секунд. То есть все у нас отлично работает. Если мы наведем курсор на тотем, увидим, что осталось нам еще 2 использования, где можно перевести вот эту строчку remaining use. Перейдите в папку плагина executable items. Locale, откройте вот этот единственный файлик, который здесь есть. И просто измените здесь вот эту строчку под себя, как вам нравится. Если вы хотите этому предмету добавить кастомное описание, кастомное название, все это красиво настроить под себя, хоть с градиентами, хоть как вам угодно, то перейдите в папку executable items, папочка items. И здесь находится конфигурация нашего предмета. В данном случае и тотем я ее так назвал. И здесь у нас находятся все параметры, которые мы установили для этого предмета. Здесь находятся вот все эти эффекты. Давайте сразу же здесь заменим мой ник на placeholder player, чтобы этот эффект выдавался всегда тому игроку, который использует этот тотем. Окей, и вот здесь есть параметр name, то есть название и лор, которое вы можете ввести какое вам угодно и все красиво настроить под себя. На это я сейчас уже тратить время не буду. Следующий предмет, который мы сегодня будем создавать, это кастомное зелье. Давайте возьмем любое вот это взрывающееся вот это мутное зелье. Возьмем его в руку, пропишем команду ei create и создадим любое название. Пускай это будет potion просто для примера. У нас открывается опять-таки наша менюшка. Мы можем установить свечение для этого зелья, чтобы оно как-то более эффектно выглядело. Для того, чтобы установить несколько эффектов для одного зелья, нам нужно будет перейти в такой раздел как potion settings. Этот раздел у нас появляется автоматически, как только вы создаете какой-то предмет зелья, то вы будете видеть вот эту вот кнопку. Итак, нажимаем potion settings и здесь у нас есть настройки зелья. Мы можем установить цвет зелья, можем изменить potion type, но нас интересует раздел potion effects. Нажимаем на него и здесь мы можем создать несколько эффектов для зелья. Нажимаем new и здесь все, что нам нужно, это немножко знать английский. Допустим, я хочу сделать зелье скорости и силы в одном. Итак, сила это у нас increase damage, если я не ошибаюсь. Amplifier, если вы хотите установить силу вот этого зелья, то есть чтобы оно было второго уровня, то давайте amplifier установим один. Таким образом у нас будет зелье второго уровня. Duration это продолжительность эффекта, причем разработчик наглашает внимание на том, что здесь оно указывается в тиках. То есть 1 секунда у нас имеет 20 тиков в майнкрафте, нам нужно указать вот это время именно в тиках. Если я хочу указать эффект на 10 секунд, это у нас будет 200 тиков, поэтому я здесь так и укажу 200. И также можем настроить определенные параметры, например, партиклы, то есть частички, когда у нас будет активировано вот это зелье, также еще icon, давайте установим true. Нажимаем сохранить, один эффект у нас есть, допустим я хочу добавить еще один, нажимаю new, добавим еще эффект скорости, допустим. Speed где-то он у нас должен быть, вот. Amplifier, то есть вот этот множитель. Нажмем, опять установим один, то есть у нас будет теперь эффект скорости второго уровня. Duration в тиках, давайте будет 400 тиков, это 20 секунд. Также установим партиклы, чтобы они отображались при применении эффекта, также icon пусть будет. Нажимаем save. У нас есть два эффекта, если вы хотите, можете добавить еще. Нажимаем back, нажимаем save. Вот такое у нас зелье, мы можем здесь увидеть, такое окошко предварительного просмотра. Сила 2 на 10 секунд и скорость 2 на 20 секунд. При применении у нас плюс 6 урон, плюс 40% скорость. Нажимаем сохранить, выдаем эту зельку себе в инвентарь, shift и правая клавиша мышки и посмотрим, как это у нас работает. Когда мы применяем это зелье, то у нас появляется эффект силы, эффект скорости на указанное количество времени. Все у нас отлично работает, эффект скорости у нас применен. Эффект силы скорее всего тоже, но сила у нас уже из стекла. Давайте переместимся в выживание. В выживании это зелье у нас получается одноразовое, то есть мы один раз его бросаем, оно у нас пропадает из инвентаря, при этом все эффекты у нас выдаются, все отлично работает. По такому принципу вы можете создавать любые кастомные зелья, которые будут содержать те эффекты, которые вы укажете. И последний предмет, который мы сегодня создадим, это вот этот посох. Посох, который у нас будет запускать каких-то мобов. Давайте возьмем, допустим, кость, пусть у нас посох будет в виде кости. Вы можете установить в качестве материала, можете установить кастомную голову. Однако, если я не ошибаюсь, эта функция доступна только в премиум, то есть платной версии плагина. Итак, вводим команду eicreate, допустим, посох став. Открывается менюшка редактирования, давайте добавим свечение для этой косточки. Что еще? Установим количество использований, пускай этот тотем, точнее не тотем, а с посох, можно будет использовать 15 раз, так и пропишем. Также давайте настроим вот этот restrictions, то есть не хочу, чтобы этот тотем можно было использовать где-то в крафтах, где-то в печке или где-то еще, поэтому я здесь то, что не нужно, здесь запрещу. Что нужно, оставлю. Окей, нажимаем save. Определенные ограничения мы настроили. Для того, чтобы создать вот этот эффект запуска каких-то мобов, нам нужно создать активатор. Переходим в раздел с активаторами, new, и какой активатор нас интересует, допустим, это будет активатор player right click, то есть когда игрок нажимает правой клавишей мышки, у нас что-то происходит. А что у нас происходит, это мы прописываем в player command. Поначалу давайте я установлю cooldown, допустим, cooldown, нажмем на вот эту иконку. Cooldown 5 секунд у нас будет на использование вот этого посоха. Нажимаем save, сохранить. Итак, что у нас будет происходить при нажатии на right click, на правую клавишу мышки. Нажимаем player commands и нам нужно здесь найти такую команду, как launch entity, то есть запустить сущность. Как она прописывается? Здесь мы указываем entity, то есть тип сущности. В данном случае давайте это будет creeper. Будем запускать creeper. Второй параметр это скорость. Установим, допустим, 1. И дальше у нас угол вращения по Y, насколько я понимаю. Допустим, не будем устанавливать этот параметр. Просто нажимаем enter и у нас добавляется эта команда. Давайте посмотрим, как это работает. Finish нажимаем save, обратно. Save, shift, правую клавишу мышки. У нас выдается вот этот посох. И посмотрим, как у нас запускается вот этот creeper. Нажимаем правую клавишу мышки и у нас запускается creeper. Все как бы работает хорошо. Но не очень эффектно. Можем добавить еще, допустим, 2 creeper, как было в примере, когда я показывал в начале видео. Вводим команду eishow. Открывается наше менюшка. Нажимаем на наш посох. Активаторы. Активатор. Нажимаем на player commands. И мы добавим еще 2 такие же команды. Launch entity creeper 1. И давайте добавим вот этот параметр. Угол вращения по Y, допустим, 15. Нажимаем enter. У нас добавилась эта команда. И добавим еще одну команду. Допустим, угол вращения у нас будет минус 15. Посмотрим. Таким образом, по идее, у нас creeper должны лететь как бы немножко в разные стороны. В общем, сейчас посмотрим, как это выглядит. Нажимаем enter. У нас вот такие вот 3 команды запуска creeper добавлены. Нажимаем finish. Нажимаем save. Сохранить. Обратно. Сохранить. Итак, посох у меня уже выдан. Давайте посмотрим. Нажимаем проект клавиши мышки. И у нас вылетают 3 creeper сразу в разные стороны. То есть, таким образом это работает. У нас есть кулдаун определенный. Вот это сообщение о кулдауне вы легко можете изменить в конфигурации. Ну, в общем, как-то вот так это работает. Довольно забавная штука. Побаловаться можно. Можно с этого сделать что-то более интересное. Можно добавить какие-то частички, когда мы запускаем этот посох. Давайте это быстро сделаем. Итак, активаторы. Активатор. Player commands. Помимо этих команд мы добавим еще такую команду как Particle. И допустим, пускай это будет Cloud. Это частички облака. Такие себе. Такой себе дым. Дальше нам нужно указать количество этих частиц. Допустим, их будет 100. Дальше, насколько сильно они будут распространены. Установим стандартно 1. И скорость этих частиц поставим половину. Допустим, 0.5. Нажимаем Enter. У нас добавилась вот такая команда. Эта команда у нас будет воспроизводить какие-то себе партиклы вокруг нас. Когда мы будем запускать этих мобов. Итак, нажимаем Finish. Save. Обратно. Save. Хорошо. И посмотрим, как это работает. Когда мы запускаем вот этих криперов, у нас появляются вот такие частички облака. То есть, в принципе, довольно интересно. Можно с этим что-то придумать и сделать более эффектное вот это появление этих мобов. Давайте еще раз. Нажимаем. Появляются такие частички. Ну, в общем, да. Для полноты картины еще можно выводить какой-то звук. И думаю, будет довольно интересно. Вот такой вот туториал сегодня получился. Если он был полезен, то поддержите лайком. Вам не сложно, а мне приятно. Все необходимые ссылки будут в описании. Делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте свои комментарии. А на этом я буду заканчивать. С вами был Джейкоб. Спасибо за просмотр. Всем до следующей пятницы. Всем удачи. И всем пока. Пока. Пока.